...чтобы ни одного слова не было плохого. Хорошо. Ничего не будем удачать. Грязные наши души. Мы пришли, чтобы людям показать, закон, оставленный Богом, нарушается. Библия, да? Да. Отец, ознакомь нас, пожалуйста, со своей религией. Мы хотим узнать побольше грязной нашей души. Мы хотим очиститься. Считать можешь? Да, подожди. Ваша книга разве говорит, чтобы разбратниками жили? Разве ваша книга говорит, чтобы наркотиками пользовались? Ваша книга разве говорит, чтобы старших вынижали, матерились? А у вас маленькие щеченята здесь всякими матерками гонят. Разве это хорошо? Конечно, плохо. Очень плохо. Мы с этим разбираемся сейчас. И лежат анонизмом занимаются. Настоящая мусульманка говорит. Дай Аллах подарить пять сыновей Аллаху. Вот как она говорит. Она аборты не делает, потому что она мусульманка. Нам поучиться еще надо у женщин. Почему вы так завелись? Я так говорю, потому что много жил, много ездил, много видел. А сколько он был? Вам сколько лет? 81-й год. А у меня... А сколько был этот самый? А вы откуда? А моему дедушку 90-й. Ну да. Вы спрашиваете неправильно. Откуда? С кухни я пришел, там завтракал. А, да? А сейчас где вы находитесь? Я нахожусь в Алтайский край. Алтайский край, город Барнаул. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Довольно? А у вас какая религия? Ну если я крещусь и показываю Библию, ты еще, Боже, совсем ничего не тянуешь. Ну я же показал вам, смотрите, посмотрите, Библия, какая религия. А, все понял. Христианин, да? Я христианин, православный проповедник. И пришли в это место Содома, разбраты, чтобы... А что вы проповедуете? Проповедуете что? А мы проповедуем об Иисусе Христе, Сыне Божьем, который умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания, чтобы благодатью Бог осеял нас. Да. Ты пришли там кого-нибудь. Крест здесь вот это. Он какой-то наглый, его надо образумить. Крещение, крест, который крестится. Образумь его, пожалуйста. Знаете, мне Господь позволил много вести занятия среди студентов. Я в пяти университетах вел занятия. И у меня... Ну и... Да. И у меня вышло из печати 38 томов книг. Один том посвящен Корану. Я разбираю суры и аяты в сравнении с Библией. Что сходится. Исторические данные какие. И мы... Почему вам не билет? Господь положил на сердце подарить книги. И мы проехали шесть мусульманских республик в Турции. Прошли до Владивостока, потом до Лиссабона. При Балтику и Скандинавии. А если вы верите в Коран, почему не последует измена? А я вам не говорил веру. Я сказал, там не говорится, чтобы делали плохое. Вы неправильно поняли. Ну, конечно, нравится. Я верую в то, что в Библии написано. А у вас сколько жен было? Повторите еще раз. Жен сколько у вас было? Нисколько. Вот она у нас одна. Одна есть. Мне этого достаточно. Она была девицей. Девица была. У нас не принято, чтобы она где-то шаталась. Вот у нас церковь, наша отдельная среда. У нас все одеты, два платка, как хиджаби. Платье до полу. В брюках не ходят. Сережки не навешивают. Губы не красят. Ногти не отращивают. Они у нас совершенно другие, как голубицы нежные. Как у нас. Покажи, да, сожжи. Вы по одному говорите. Это петь хорошо вместе. Давай. Когда мы ехали в миссионерской поездке в Баку, мы ночевали в доме у Мулы. Вы знаете? Кто такой Мула? Знаете? Кто такой Мула? Кто такой Мула? Вы знаете? Да, Мула. И мы в доме у него ночевали. Беседы какие были, мы все записали. У меня один вопрос к вам. Давайте. В чатурных, что вы потеряли? Что вы тут делаете? Если так рассуждать, много потеряли. Потому что все люди братья по Адаму. А у меня огромный опыт, опыт, опыт работы с людьми. Когда человек и узнает волю Божию, то дела его идут вверх. А когда не верят, дела идут вниз. Ну, естественно. Естественно, отец. Так. Больше не надо. Вы сейчас ругаться будете. У вас свет такой, как с похмелья. Что? Я говорю, ругаться не надо. А я-то не ругаюсь. Да сейчас будешь вовремя. Я говорю, естественно. Но я сейчас вижу, что у вас свет такой, как говорят, после Глуговка похмелья. Для того, чтобы людям возвестить волю Божию, я пришел с книгой, святой Библией, где рассказать людям о Христе. Потому что здесь это место разбрата, всякого безумия. Что так поступая, они пойдут в ад. А поступая по Евангелию, пойдут вверх в Царство Небесное. Поэтому моя цель здесь оправдана. Потому что уже много людей мы нашли, которые хотят истину узнать. А вы сами себе ответьте. А вы для чего здесь? Я? Да, вы. А я вам скажу, если не знаете. Я мусульман. Знаете, тут мусульман 90%. Это щат-рулетка. Она неправильно называется. Она называется щат-мусульманка. Правильно назвать. Я говорю, а зачем вы? А я вот это познакомиться. Да кого разнакомиться? Ты разговаривать-то по-русски не умеешь. А потому что тебе дома разрешается четыре жены иметь. Ну да. И за каждую колым платить. Ну да. А тут ты пришел 44. Голый и даром. И вы, южные жеребцы, пашите на наших северных кобылах. Они захохотали. Я говорю, не хохочи. Смех ваш обратиться в плащ и радость в рыдание. Отвергни эту всю пакость. Живи для Бога, покайся. Чтоб благодать Божия покрыла тебя. Ходи в храм к священнику, покайся. А откуда вот щат-рулетку-то узнал? А вот как я узнал-то, тут небольшая история. У меня очень близкий знакомый был из Воронежа. Сергей Георгиевич Козлов. Ему когда 30 лет было, они были на пляже. И в это время он нырнул. Решил последний раз искупаться. Они в стороне своей были. Не видели, как он нырнул-то. И он ударился головой о бревно. Бревно проплывало. Его там не было бревна. И он потерял сознание. И 20 минут лежал под водой. Он умер. Он умер. Он уже видел совершенно. Его вытащили. И он был 17 лет парализованный. 7 позвонков у него разлетелось. И перед самой смертью, в этом году, в январе, кажется, он зашел в щат-рулетку и два ролика составил, беседы. А мы очень близкие были. Я когда посмотрел, а он уже умер, я помолился и сказал, Господи, Боже мой, дай мне талант усопшего Сергея. Там людей сколько я увидел. И я вот тут нахожусь уже месяца 4. 4 месяца я был в деревне. Мы строим деревню православную с нуля, где нельзя пить, курить, материться, воровать. Алтайский край, город Барнаул. Лапкин Игнатий Тихонович, 81 год. Вот мои данные. И вот отсюда я в рулетку сюда зашел. И встретился с несколькими тысячами человек. И у меня тут составлено уже примерно, я точно не знаю, но примерно 500 роликов. Какие беседы были. Вот сегодня только вот так открылось, он один как закричал. Ой, Игнатий Тихонович, да я встретил вас. Я говорю, а кто ты такой? Да я из города Шахты, Ростовской области. А у меня вышло 38 томов из печати. И я решил подарить их в библиотеке мира. Тираж небольшой. И мы из Барнаула доехали до Владивостока. Если вы хотите что-то больше узнать о душе о Боге, этот намордник-то снимите. Я побеседую с вами. Отец, я сотрудника МВД не могу снять, поверьте. Сотрудник КГБ. КГБ, во-первых, нету. И КГБ, МВД. Ну не можешь, да голод-то зачем разделся? Ясно, что, чтобы женщины видели, что мужик настроен на блуд. Кого вы обманываете? Вы разговариваете с кем? Вы их даже не знаете. Отец. Сними этот намордник, не балуйся. Зачем тебе это? Это не наборник, а защитная система собрана. Ну ладно. Значит, я не хотите принять. Мы проповедуем Христа, распятого и воскресшего. Отец. Чтобы люди примирились со Христом через его голговскую жертву, который умер за нас, который зовет нас к покаянию. Мы благодатью спасены, не делами закона. Вот для чего мы здесь. Понимаете. Так что вы все это с себя снимите, эту дурь-то, и вам легче будет жить. Оденься и будь. Нет, нет, отец, это все система... Ну я вам сказал, я вам сказал, вы четко, я вам не враг. Я вас и не знаю. Я вам сказал, что разговаривать с человеком, как через паранжу эту, зачем вам нужно-то? Взрослый, крепкий, видно, что мужик-то не какой-то там хиляк. Вот. Самый настоящий мужик. А теперь только смотри, бороду не брей. Потому что бреют бороду мужики-подкоблучники. Жены командуют. Не раз разведенные. Мужчины бог дал образ, а то власть над женщиной. Слава Божию. Так, вы сейчас отключите... Почему нельзя брить бороду, отец? Потому что, дорогой юноша, потому что Бог сотворил человека, он не сам по себе. А раз Бог, значит, я его картина. Я не имею права портить картину Рембрандта Сурикова. А это по картина Божия. Мы по образу Божию подобие сотворены Христом. Об этом нам говорит святая книга Библии. Бытие, третья глава. А что в третьей главе написано? Ну, написано, как Бог сотворил Адама и Еву. Как они согрешили. Как Бог и знал из рая. И за это преступление, что сделали, уже умерло больше ста миллиардов человек. Но Христос умер. И его жертвы достаточно, чтобы тысячу раз больше людей могли спастись. Вот, какой бы ты ни был преступник, скажи, Господи, прости, вери, что за меня ты пролил причистую кровь. Прошу тебя, Господи, применим в число твоих учеников и рабов. Омой меня кровью твоей незримо. И пойди в храм и исповедуйся. И жизнь начнется совершенно другая. Да, и так исповедуюсь каждый месяц. Ну, вон как. Я вот обратился по Евангелию только в 23 года. Хотя в Бога верил с молодых ногтей. Я, когда, ну, на корабль... Я бы обратился в Вангиангеля, как бы, где-то лет с 25. Вот. До этого не верил. То же самое. Ну, и слава Богу, что Господь коснулся сердца. Нужно быть благодарным. Молиться каждый день. Соблюдать посты. Сейчас с 28-го рождественский пост начнется. Если ты православный, строго держи порядка. Чего ты мне строго надо держать-то? Только не... Не сбивай... Только не ругаться, чтобы ни одного слова плохого не было. Не сбивай ближних или там чё, как вообще? Ну, я вам не нужен, да? Пока ухожу. Нет, отец, нет, просто неинтересно уже. Ну, тогда ни одного слова, чтобы плохого не было из ваших уст. Нет, то бишь, вы думаете, скоро... Так. Не сбивай ближнего, да? Или как, отец? Ну, вам что хочется, жить по своей воле или по воле Божьей? А мы же молимся, отче наш, да при царстве твоё, да будет воля твоей на земле, как на небе. Как вас зовут по имени и отчеству? Я нахожусь в городе Барнауле, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Город Барнаул, Алтайский край, у меня жена оттуда. Ну, вот раз. Я сам с Питера, а жена с Алтая. Алтай – это жительство Сибири и всей страны. Знаю. Вот раньше пил, гулял, вот как бы нарушал законы, сбивал людей, просто фигачился. Вот появилась моя королева с Алтайского края. Всё, двое детей сейчас. Сейчас как мышь под ней. Всё. Так, я отойду сейчас, потому что, ну, чтобы вас не затруднять. Вы запомните моё имя, Игнатий Лапкин. Если по Скайпу зайдёте, по Скайпу, я вам скину наши ресурсы, богатейшие. Их таких даже в интернете нету. А там по Скайпу это что будет у нас? Да, Игнатий Лапкин, по Скайпу, Скайп. Вот сейчас поговорим, и через часок вы зайдите, и я вам всё скину. Скажите, что мы с вами разговаривали, что вы были такой-то, такой-то. А вот вы бы заупрямились, этот намордик-то не сняли, и разговора бы не было. А вот смотрите, если вы сейчас зарядите наш канал, сразу открыть. Канал «Во свете Библии». Откройте. Канал... Какие его открывать? Так у вас ещё в интернет-фод-то есть же? Ну, как бы, есть в интернет-фод. Ну, в Ютубе. В Ютубе. В Ютубе. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Так, сейчас, секунду. Давай. Благослови, Господи. Как вас звать-то? Леонид. О, Леонид. Так, минутку, сейчас я посмотрю, что оно означает. По-моему, это Лев означает. Леонид. Я церковный календарь открываю. Средний раз, седьмой год. Да-да, тут все имена. Леонид. Леонид, так. Правильно, львиный. Львиный. То есть, ты как лев. Ты похож на него. Сильный, могущий. Игнатий Лапкин, во свете Библии. Леонид. 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 Так у меня и так все есть. Леонид. Капитан. Как бы. Леонид. Леонид. Безопасности. У вас звание копировки. Так, открылась или нет? Открылась. Есть еще и у меня К9 тоже подавно. Так, сейчас давайте. Это контроль. Сейчас открою. Да-да, откройте. Давай-ка перестанем мне участвовать. Ну, вы откройте там наш YouTube. Открыл. Ну, и сколько там подписчиков? Вижу. Сбой какой-то. Отец, тебе бы внуков воспитать. И здесь хорошо. Вам не видно, да? Слушай, мне нормально все видно. А я вам сейчас вот загадку хочу загадать. Ну, давай. Вы в армии служили? Служил. Так, я вас спрашиваю. При вашей должности, как вы, если не обманываете. Вот я разговариваю. Скажите, когда человек служит срочную службу, то ему дают увольнительную. Насколько увольнительную можно дать? Я срочно не служил. Вот так, отец. Ну, военный. У вас звание, говорите, капитан или кто? Полковник. Капитан я уже получил в системе МВД. Так, скажите. Спасибо, папе. Так, скажите, пожалуйста. Вот человек срочная служба, там, насколько его могут в увольнительную отпустить? Я вам еще раз повторяю. Спасибо отцу. Никакая увольнительная мне не нужна была. Когда ушел, когда пришел, никого не касалось. Вот. Батя, смотри, ты тоже хитрый лис, еще тот. Так, ну все тогда. Давайте прощаться. Отец, удачи тебе. Счастливо, с Богом. С рыбалки от души. Храни Господь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!